Здание центра является объектом культурного наследия. Помимо полного капитального ремонта, здесь были проведены и реставрационные работы. Установлен отдельный вход для маломобильных граждан. Внутри есть детский уголок. И здание, естественно, оснащено новой мебелью, новой компьютерной техникой. У нас теперь есть электронная очередь, что позволит очень эффективно и с высоким качеством решать задачи, поставленные перед центром занятости. Сотрудники центра занятости прошли обучение в Ранхикс. Изменился и формат работы. Теперь центр напрямую сотрудничает с предприятиями, помогая подобрать персонал. Здесь же будут проводиться удаленные собеседования. Приходит человек, если он сокращенно уволен, мы начинаем работать с ним, предлагаем ему работу, которая устраивает его. Если он согласен, мы его переучим. У некоторых людей уже есть образование, поэтому мы предлагаем им повысить квалификацию, у которых нет никакого образования, на их выбор. За этот год в местный центр занятости обратилось почти 900 человек. Сейчас в районе зарегистрировано 184 безработных. Теперь соискателям станет комфортнее и удобнее. Многофункциональный центр, который помогает человеку найти возможность, найти новую работу и получить новый какой-то шаг, новую ступеньку, новый итог своей жизни. Щегровский центр занятости стал вторым в регионе, где проведена глубокая модернизация. Следующий на очереди – Железногорский. Диана Горяйнова, Сергей Малеев. События дня.